МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так чей же сотрудник ГПУ и НАБУ никак не разберутся, где работал человек, погоревший на взятки в суммах? Подмытый мусор, кто во Львове решил подзаработать на тоннах мусора, затопившего улицы города? Финиш. Безвизовый режим с Евросоюзом стал реальностью. Официально он заработает в июне. Сейчас украинский МИД ведет переговоры о безвизии с Гибралтаром. На очереди так называемые заморские территории Франции и Нидерландов. О том, что из себя представляет безвиз со странами шенгенской зоны, мы узнаем у нашего корреспондента Алексея Пшимонского. Он сейчас в Брюсселе. Алексей, здравствуй. Расскажи нам детальнее, что и когда ожидать украинцам. Да, это свершилось. День, которому Украина шла 7 лет, в официальном интернет-журнале Евросоюза опубликовали решение о либерализации визового режима с Украиной. Теперь это закон ЕС. И, согласно правилам, он вступит в силу ровно через 20 дней. Таким образом, безвиз мы сможем ездить в Европу с 11 июня, как и обещали Брюсселе. А скажу, что безвиз будет действовать со всеми странами Евросоюза, кроме Великобритании и Ирландии. Виза не понадобится и для поезда к Швейцарию, Лихтенштейн, Ифландию и Норвегию, которые не в составе ЕС, но входят в шенгенскую зону. Главное требование к украинцам – биометрический паспорт. Если его нет, то придется, как и раньше, получать посольствие визу. Отмечу, что визовая либерализация, конечно же, не отменяет правила шенгена. Это означает, что на границе все равно смогут потребовать копии билета в обратную сторону или, скажем, бронетелей. Ранее в представительстве ЕС также сообщили о минимальных суммах денег, которые необходимо будет иметь при себе, чтобы посетить различные страны Европы. Наименьшее требование у Венгрии – всего 3 евро на каждый день поездки. А вот самая высокая планка у Испании. Там пограничники смогут потребовать подтверждения, что у вас есть наличными или на банковской карточке как минимум 637 евро. Скажу также, что новые правила не меняют и максимальный срок пребывания в ЕС, как и раньше. Это будет 90 дней в течение полугода. Ну и, конечно же, не дают украинцам право на работу. Скажу, что в тексте закона о безвиде говорится, что Украина выполнила все требования европейцев, однако Еврокомиссия, как там написано, продолжит активно мониторить, как украинские власти ведут борьбу с коррупцией и защищают свободу слова. И если Украина не продолжит реформы, то ЕС сможет использовать так называемый механизм временной приостановки, действия без виза. Ну а пока что, конечно же, ждем 11 июня. Студия. Леш, спасибо. Это был Алексей Пшемырский из Брюсселя. Мало соглашений, зато много критики было сегодня на Согласительном Совете в парламенте. Критиковали нардепы в основном правительства, а именно предложенные им пенсионную, медицинскую и земельные реформы. Заодно и попиарились. Всех выслушала Ирина Романова. После майских каникул нардепы решили потрудиться в сессионном зале аж 8 дней подряд. На прошлой неделе работа получилась не очень эффективной. Может, более продуктивной окажется эта неделя? Во втором, первый блок – это вопрос о среде массовой информации и рекламы. В середине мы традиционно начнем с ратификации, но также будет предлагаться блок вопроса охраны здоровья. И в четверг блок вопроса, который был принесен с прошлого неделя – это вопрос информатизации. Главы коалиционных фракций, не триваясь от шпаргалок, конкретизируют, из каких законопроектов состоят анонсированные спикером блоки вопросов. Народный фронт закликает народных депутатов Украины поддерживать законопроект номер 53.13 про внесение изменений до некоторых законов Украины щодо умовы аудиовизуальных средств массовой информации. Законопроект предпочитает введение 75% квотов на умовление государственной мовой на украинском телевидении. А еще напоминаю про законопроект проведения визового режима с Россией. Фракция партии «Блок Петра Порошенко» очень ретельно и додорозово обговорила на своих заседаниях вместе с представителями Министерства охраны здоровья и Парламентского комитета в рядовые законопроекты, спрямованные на реформу системы охраны здоровья. Выступила с инициативой создать рабочую группу для качественного и оперативного доопрацования, внесенных в ряды законопроектов. Впрочем, претензии у нардепов не только к медицинской, но и к земельной и пенсионной реформам. Концепцию «последний» премьер презентовал парламентариям прошлую пятницу. Главная проблема, которая касается наполнения и дефицита пенсионной формы, фонда, она осталась под уважением урядов. Это можно сделать двумя шляхами. Створить новые рабочие места, чтобы 5 миллионов эмигрантов, которые поехали из страны, работали на наши пенсионные фонды. И второе – поднятение зарплаты внутри страны, потому что до этого привязаны выплаты в пенсионный фонд. Таким образом, мы сможем решить вопрос о дефиците пенсионного фонда, не скорочи к количеству пенсионеров, как, власне говоря, требует сегодня Международный валютный фонд. Они хотят фарсировать проведение земельной реформы. Земельная реформа – это продаж 72% земли украинской, которая есть вельско-господарской. по цене от 50 до 100 раз дешевше, чем рынковые цены в той же Европе. Мы хотим собрать до 10 миллионов подписей, и это будет, по сути, решением референдума против продажи сельско-господарской земли. Кроме презентации реформ, правительству еще предстоит считаться перед Радой за год работы, который стек еще в апреле, напоминают в оппозиционном блоке. Да пора бы вторят им в коалиции, но вот конкретную дату отчета назвать не могут. Это очень большая процедура, которая начинается с того, что даются данные в парламент. После того, соответственные министры приходят на комитеты. После того, как идет анализ этих материалов в комитетах и принятие решения комитетами. И то, что я знаю, на данный момент, этот процесс полностью ходом иди. Сегодня буду мать на годы встретиться с премьер-министром Владимиром Гройсманом и объяснить, когда будет это дата. До речи, будь-який депутат мог прийти на звезд уряда, который был в соответственном профильном комитете. Я его отведал. Я отримал все ответы на вопросы, которые мне интересны. Плутомовство плутократии. Про то, что уже кто хотел, тот знает. Кто хотел, тот и почув. Это не что иначе, как уникание ответственности публичного звезда. Втеча от публичного звезда – это удар по легитимности уряда. Единственная конкретная дата, которую смогли назвать в коалиции – день отчета генпрокурора. О том, как потрудилось ведомство под его руководством за последний год, Юрий Луценко расскажет нардепам в среду. Ирина Романова, Владимир Самченко, Геннадий Никенко. Подробности – телеканал «Интер». Минздрав срывает госзакупки лекарств. В ведомстве до сих пор не утвердили перечень необходимых препаратов и не заключили договоры с международными организациями. Об этом заявила глава профильного парламентского комитета Ольга Богомолец. По ее словам, больницы не получили и 5% медикаментов, закупленных в рамках бюджета еще 2015 года. Что касается прошлогодних приобретений, то 4 миллиарда гривен просто зависли на иностранных счетах. Доставлен только один препарат. Медики возмущены. Лекарства на исходе более того. Большинство закупленных препаратов поставляют с ограниченным сроком годности. У нас уже на складе охмадит, в карантинной зоне, тобто без права використания, уже накопичилось 6 позиций медикаментов, які были нам наданы в листопаде минулого року, деякие там, навіть в січні цього року, с коротким терміном придатности. Ну, зараз таких медикаментов десь біля півмільйона загальною вартістю. Пан Квіташвілі, пан Паригенец і пані Супрум купили за повну вартість такі медикаменти, які поставлені в Україні, з терміном придатності, і місяць, і два тижні навіть, і два-три місяці. Пані Уляна Супрум, яка є громадянкою Америки до сьогоднішнього дня, її підписи стоять під трьома договорами 16-го року, які свідчать про оцю міжнародну корупцію, яку здійснюють під час державних закупівель за кошти державного бюджету. Я прошу Генеральну прокуратуру Служби безпеки України порушити кримінальні справи за корупційні діяння проти виконуючих обов'язків. В парламенті намерено заняться вопросом создання при Минэкономіки специального націагентства по госзакупкам, щоб все приобретення проходили через систему Прозора. А ще глава комитета Богомолец внесла в раду законопроект о срокі годності медикаментів, які закупають за бюджетні гроші. Печерський райсуд столицы разрешив процедуру заочного осуждення Николая Азарова. Об'ятом сегодня на пресс-конференці заявив генпрокурор Юрий Луценко. По його словам, расследование вже завершено. Обвиняють екс-прем'єра в расхищенні 220 млн грн. Следствие установило, що деньги із госбюджета ввели через компанію «Укртелеком». По словам генпрокурора, це тільки один із епизодів, который расследують в відношенні бывшого главу правительства. Як утверджає Луценко, в ближайшє час в суд направят ходатайство о заочном расследований по ще нескольким топ-чиновникам времен Януковича. Щодо Азарова, щодо Колобова, чекаємо, щодо Арбузова. Громке задержання. В генпрокуратуре сообщили, що сотрудник НАБУ вимагал 300 тисяч доларів у предпринимателей СУМ за закройтие уголовного производства. В НАБУ опровергають, дескать, задержанні вже давно не работають в бюро. Все детали выясняли наші корреспонденти. Як сообщила на своїй страниці в фейсбуці пресс-секретарь генпрокурора, в минувшую пятницю був задержан сотрудник національного антикоррупціонного бюро. Вимагал 300 тисяч доларів у жительниці СУМ, которая принадлежит сеть магазинов. Якобы представитель антикоррупціонного ведомства вместе с сообщником требували деньги за прекращення уголовного преследования. Женщина торговалась і збила цену до 150 тисяч. Деньги она должна була передати в одному із київських ресторанов. Там правоохранителя уже ждали сотрудники СБУ і прокуратуры. В антикоррупціонному ведомстві від комментариев на камеру отказались і опубліковали заявлення на фейсбуці, мол, задержанний у них не работает, уволився ще в феврале. Тоді в ГПУ опубліковали електронну декларацію подозріваємого. Заполняє її в апреле цього року, Александр Самковой указав, що займає должність начальника отдела оперативно-технічного управління НАБУ. В бюро це називають технічна ошибка. Сьогодні Зареченський райсуд СУМ збирав міру пресечення Александру Самковому. Слідчим судею задоволено клопотанням слідчого та обрано громадянину С за побіжний захід у вигляді тримання під вартою і з визначенням розміру застави майже 15 мільйонів гривень. Адвокат подозріваємого з решенням суда не согласен. Ми будемо вискаржувати данну ухвалу в зв'язку з тим, що вважаємо її індесутною. Суд не враховав всі обставини цього кримінального провадження, зокрема те, що стосується особи підозрюваного, помягчуючих обставин і так далі. Напевно, прокуратура та СБУ просто пропіарилися на цій справі. Вот як громкое задержання сьогодні прокомментировав генпрокурор. Виходячи з матеріалів НСРД, яку в народі називають прослужки, ми чуємо, що людина працювала в цьому органі. Також він представлявся в ході вимагання працівником на адміністративні посади цього органу. Коли людина звільняється із правоохоронного органу, то в своїй декларації електронній вона про це зазначає. Такої відмітки у цієї особи не було. У підозрі, яку я підписав вчора, він фігурує, як екс-працівник правоохоронних органів, який вимагав хабар для діючих працівників правоохоронних органів. А вот в чьих інтересах действував бывший сотрудник НАБУ і кому именно должен был передати 150 тисяч доларів, генпрокурор пока не говорить. Свеслана Шикер, Александр Яновський, подробності, телеканал «Интер». Руководство НПК давно пора в отставку. Об этом заявив сегодня министр юстиції Павел Петренко. По його словам, я процитирую, те люди, які возглавляють НПК, сейчас несуть персональну ответственность за то, що ми не имеємо полноценной системи проверок деклараций. Руководитель Минюста також анонсував служебне расследування в отноші руководства НПК. Петренко, напомню, неоднократно обвиняв корчак в непрофіоналізмі. Оба они считаються креатурами Народного фронта, в рядах которого, я напомню, такие одзіозные личности, как збитый прем'ер Арсений Яценюк, нардеп Сергей Пашинский і глава МВД Арсена Ваков, которого называють в числе организаторов поджога нашей студії в сентябре прошлого года. Тем временем, Национальный антикоррупціонний портал опубликовал материал о громких коррупціонних скандалах, связанных с именем министра юстиції. Так, в конце 2015 года, во время захвата Житомирской кондитерской фабрики, за которым, по данным СМИ, стоял еще один коллега Петренко по фракции, нардеп Сергей Пашинский, Минюст исключил предприятие из единого государственного реестра и назначил нового директора. Привлекло внимание журналистов портала Декларация чиновника. В мае этого года Петренко указал в документе почти полмиллиона долларов наличными и свыше одного миллиона долларов на депозите в Ащадбанке. Национальное агентство по противодействию коррупции атакует и нацполиция. В НПК уже заявили о давлении со стороны силовиков. Заместитель главы комиссии Руслан Радецкий сообщил нашему каналу, что руководство нацполиции, в частности Игорь Купранец, начальник одного из департаментов, крайне негативно отреагировал на выявленные агентством нарушения в ее декларациях и взялся проверять декларацию зама главы НПК, хотя это исключительная юрисдикция агентства, подчеркнул Радецкий. Блокировалося вынесение соответствующих решений, складывание протоколов по работникам керевного склада национальной полиции. Тогда началась акция по дискредитации меня, акции тиска на меня, чтобы я не изучал объективно электронные декларации. Они zwyкли работать по-старому, они zwyкли нагнути кого-то, кого-то налякать, налякать, ничего не получится. Не налякают. Очередной коррупционный скандал зреет в Министерстве обороны. Речь о закупке средств связи для армии. А причастный к истории нардек Сергей Пашинский и его сын пишет издание РБК Украина. Практически весь прошлый год чиновники тестировали станции израильского производства, одного из лидеров рынка. Но как только речь зашла о подписании контракта, отдали предпочтение малоизвестной турецкой фирме. А пролоббировал ее интересы по информации издания отец и сын Пашинский. Нардеп Сергей Пашинский, напомню, возглавляет парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны. А его сын Антон руководит одним из департаментов предприятия спецтехноэкспорт государственного концерта Укроборонпром. К слову, Пашинский-младший оказался настолько близок к турецкой фирме, что даже подписывал за них протоколы встреч. Оригинальным дилером этой компании выступил друг нардепа Юрий Чербатюк. Сейчас сделка на стадии подписания контракта. Речь о 350 миллионах долларов. И по подсчетам журналистов, благодаря хитроумной схеме, треть, а это 100 миллионов, может осесть в карманах украинских чиновников. Ну а вот качество станции, утверждают аналитики, как у раций в супермаркете. Первый момент, это цена. Все-таки предпочли дешевле цену, качеству. Второе, израильтяне вряд ли согласились бы работать на условиях отката. И я так предполагаю, что Турция вполне готова сотрудничать на условиях отката за крупные поставки. По уровню качества, я бы сказал, что это примерно ниже среднего. И вопрос их устойчивости работы в условиях радиоэлектронной борьбы, это еще надо проверять. Однако, не только вокруг Пашонского вертятся коррупционные схемы. Радикальная партия Олега Лешко тоже промышляет аферами с деньгами простых украинцев. Об этом заявляет народный депутат Сергей Каплин. По инициативе политик, политика было зарегистрировано постановление о создании контрольной комиссии, которая проверит, куда делись несколько миллиардов гривен, выделенные из бюджета черниговскому предприятию Пожмаш под контрольным у радикальной партии. По словам Каплина, концерн победил в тендере на закупку пожарных машин, однако, в глаза их до сих пор не видели. К слову, утверждает политик, в тендере предприятие победило не просто так, а благодаря бойкой торговле радикалами голосами в украинском парламенте. Все знают, что с первого дня пребывая в парламенте, Ляшко, будучи членом бюджетных комитетов, других жирных комитетов, где распределяются миллиарды, набивал себе карманы в разных фракциях, в разных партиях, и в конце концов, создал свою бандитскую коррупционную фракцию. Системной ежегодно такой фракцией была радикальная партия Олега Ляшка. Взамен правительства, новые постмайдановские элиты, новая власть давала ему миллиардные заказы под подконтрольные им предприятия, концы которых находятся за рубежом в офшорах. Туда уходят деньги, предназначенные для модернизации в том числе пожарных машин и покупки новых пожарных машин для нашего государства. Напомню, в конце апреля НАБУ объявила о подозрении Олегу Ляшко. Только за последний год лидер радикалов совместно со своей гражданской женой приобрели недвижимость на 20 миллионов гривен. И это при том, что ни один из них не владеет бизнесом. К примеру, в начале года Олег Ляшко купил дом площадью 550 квадратных метров. На вопрос, откуда у него такие деньги, глава радикальной партии заявил, взял кредит. Не жалеет средств нардеп и на отдых. По данным СМИ, Олег Ляшко в мае отдыхал в Австрии и только на одни авиабилеты потратил около 100 тысяч гривен. 500 гривен за тонну. За такие деньги мэр одного из городов Хмельницкой области согласился принимать отходы из Львова. Но, как оказалось, половина этой суммы достанется фирме-посреднику. В мусорных махинациях разбирались наши корреспонденты. Договор между Львов-спецкоммунтранцами, коммунальщиками из Староконстантиново был подписан еще в феврале. Тогда в нем было всего две стороны и мусор принимали по 350 гривен за тонну. Буквально месяц назад в договор вписали фирму-посредника и цена выросла. Теперь за тонну отходов львовяне заплатят уже 500 гривен. Из них больше половины, как указано в документах, за некое содействие в беспрепятственном проезде мусора и за привлечение представителей национальной полиции. То есть, по сути, за охрану ценного груза пишут на сайте Наши Гроши. Сами же представители фирмы уточняют, дескать, намерены инвестировать в реконструкцию мусорного полигона. Чтобы тут был нормальный забор, чтобы стояли весы, чтобы приезжали машины, все знали, сколько это все принимается. Чтобы тут было отсортировано, как положено, сметя. Мы хочем привезти его в порядок. По данным сайта Наши Гроши соучредитель фирмы посредника ранее работал в избирательном штабе мэра Староконстантинова Николая Миличука. Впрочем, последний своей дружбы с руководителем компании не отрицает и говорит, вообще согласился утилизировать мусор только из желания помочь рвовянам. Львов из больших политических и других стал заручником экологической безопасности львовян. Я, как и львовяне, я патриот Украины. И львовяне не могут быть заручниками политических или уподобаний мэров. По нашим данным, еще прошлым летом утилизация тонны львовского мусора в Киеве обходилась 110 гривен. В апреле львовский мэр Садовы предлагал одесситам забрать отходы по цене 300 гривен за тонну. Утилизация в Староконстантинове по 500 гривен за тонну это пока рекорд. Мы хотели выяснить, зачем львов спецкоммунтрансу платить почти половину от суммы фирмы прокладки. Но там сегодня от комментариев отказали. Сообщили руководство в командировке. А тем временем полиция засекла очередные 15 фур, которые выгрузили мусор прямо на обочине дороги Украинка-Обуха. Правоохранители выяснили 20 тонн отходов везде из Львовской области. Машину отправили на штрафплощадку. Ну а улицы Львова по-прежнему утопают в мусоре уже в буквальном смысле. После обильного ливня дождевыми потоками его разнесло по дворам, детским площадкам и тротуарам. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Вы смотрите подробности. Далее в нашей программе мы расскажем о деталях расследования шокирующего убийства в Одессе. Как комментируют трагедию в полиции. Об этом после короткой рекламы. Подусиленная охрана и главные месседжи американского лидера в Израиле. Судебная тяжба, как в Кропивницком обвиняемому в ДТП бывшему убоповцу удалось избежать камеры. Фатальная поездка, что говорят в полиции о шокирующем убийстве студентки в Одессе. Объединиться со штатами призвал мусульманский мир Дональд Трамп. Какую коалицию он хочет создать и с чем бороться. Дмитрий Анопченко слышал главные месседжи. Машины прибывают одна за другой. На разговор с Дональдом Трампом собрались полсотни лидеров стран мусульманского мира. Вот Малайзия, вот Пакистан, вот Египет. Выступление перед ними задумывалось как заключительный аккорд визита в Саудовскую Аравию. Борьба с терроризмом была одной из главных тем. И американский президент постоянно повторял мусульманские страны должны нести это бремя с Соединенными Штатами. Каждый, кто собрался здесь, возьмет на себя честную долю и будет нести часть бремени. Вот эти слова Дональда Трампа, эти его месседжи серьезный поворот в риторике Вашингтона. Потому что до этого американским президентам обычно писали текст о том, что Америка как глобальный лидер будет бороться с чем-то. Ну и ей нужна лишь моральная поддержка стран-партнеров. Еще одно кардинальное отличие. Трамп четко дал понять, при нем Соединенные Штаты не будут решать проблемы военным путем. И не советуют странам региона ждать, пока США решат их проблемы за них. Америка готова быть с вами во имя общих интересов и общей безопасности. Но нации не должны ждать, пока американская мощь сокрушит их врагов за них. Решите сами, какое будущее вы для себя хотите. Штаты не могут сделать этот выбор за вас. Разными словами Трамп говорил об этом снова и снова. Его страна не намерена больше примерять роль старшего брата или строгого судьи и не будет диктовать странам региона свою волю. Как жить, что делать, как молиться. Эти месседжи похожи на те, что Вашингтон сейчас доносит и до партнеров в Европе, в частности партнеров по НАТО. Ведь Соединенные Штаты не хотят больше финансировать альянс самостоятельно. Говорят о том, что каждый должен сам платить за свою безопасность. Дональд Трамп призвал к созданию глобального альянса наций против терроризма. И отойдя от официального заранее написанного текста, сказал, что то, что происходит сейчас, это не конфликт цивилизаций. Это, образно говоря, борьба добра со злом. При этом он, похоже, искренне уверен, что за свой президентский срок сможет добиться конкретных результатов. Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, подробности, телеканал Интер. Перед самым вылетом из Саудовской Аравии Трамп также заявил, что мир между Израилем и Палестиной возможен. И при его личном посредничестве со временем давний конфликт может быть улажен. После чего президент США прибыл с официальным визитом в Израиль. Меры безопасности там особо жесткие, внимание к высокому гостю самое пристальное. Подробнее Сергей Ослендер. Самолет американского президента приземлился в аэропорту Бен-Гуриона около полудня с небольшим опозданием. Это, кстати, может отразиться на графике пребывания Трампа в Израиле. В аэропорту его встречали тысячи гостей и журналистов. Накануне премьер-министр Нетаньягу обязал своих министров явиться на встречу, сказав, что неявка безуважительной причины будет иметь для них серьезные последствия. Дальше все шло по протоколу. Почетный караул, гимны двух стран и приветственные речи. Ваш визит, господин президент, поистине исторический. Никогда прежде в свою зарубежную поездку президент Соединенных Штатов не посещал Израиль. Вчера в Саудовской Аравии вы произнесли сильную речь, в которой ясно и убедительно призвали все нации изгнать террористов и экстремистов. Я рад находиться здесь в Израиле и благодарен вам за приглашение. Большая честь быть с вами на этой земле с богатой историей. Израиль построил одну из величайших цивилизаций. Сильную, устойчивую, решительную и процветающую нацию. Эта нация взяла на себя обязательство никогда не позволить ужасам и зверствам прошлого века повториться. Протокол, правда, нарушили, когда один из гостей, депутат КНЕС это Орен Хазан, известный своими экстравагантными поступками, сумел сделать селфи с президентом. В остальном все было по плану. Из аэропорта Трамп на вертолете отправился в Иерусалим, где встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлен. И там он сделал заявление, которое в Израиле восприняли с большой надеждой. Вместе мы будем работать, чтобы положить конец насилию, которая отнимает так много жизней в Израиле и во всем мире. Самое главное, что Соединенные Штаты и Израиль могут единогласно заявить, что Ирану никогда не должно быть позволено обладать ядерным оружием. Вообще, в стране этому визиту придают невероятно большое значение. Стало известно, что Америка существенно сократит военную помощь другим странам, но Израилю она будет предоставляться в прежнем объеме. После визита к президенту Трамп посетил храм гроба Господня и стену плача в старом городе Иерусалима, куда вложил записку. О чем попросил Всевышнего президент США, останется тайной. Сразу после его ухода записку изъяли из стены плач. Таким образом, инцидент с запиской Барака Обамы не повторится. Я напомню, в 2008 году во время визита предыдущего президента ее похитили и опубликовали содержание. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. На этом заявления Трампа не закончились. Он больше не намерен безвозмездно помогать в военных вопросах Украине и целому ряду других стран. Об этом написала американская газета Wall Street Journal. Администрация Трампа представит проект нового госбюджета на следующей неделе, в котором будет отменена программа субсидий, в частности, для Вьетнама, Колумбии, Ливана, Пакистана, Туниса и Филиппин. В общей сложности речь идет о миллиарде долларов. Вместо грантов для военных нужд странам, скорее всего, предложат брать кредиты. Эскалация боевых действий на Донбассе. Минимум двое украинских военных ранены. Ожесточенные бои идут возле Авдеевки. Под огнем боевиков оказалась Донецкая фильтровальная станция. На Светлодарской дуге несколько дней подряд противник использует танки и гаубицы. И сегодня там побывала наша съемочная группа. Воронки, воронки и еще раз воронки. Позиции на Светлодарской дуге – одна из самых напряженных точек зоны АТО. Прошедшие сутки, как и предыдущие, выдались неспокойными. Боевики активно использовали бронетехнику и гаубицы. При таких обстрелах часто осуществляется корректировка с воздуха. Наблюдаем их беспилотники. Летают и не один. Как правило, три-четыре беспилотника. А это уже соседнее укрепление и снова воронки. За предыдущую неделю противник на Светлодарской дуге активизировался. Работают минометы по несколько расчетов. Недавно еще по нашим товарищам мы работали даже с Градом. У нас, вы сами видите, какие вороночки. Это 120-й. Там дальше у нас есть еще и 150-я САУшка. Работают всем, что есть. Причем, если раньше артиллерия боевиков стреляла в основном по ночам, сейчас запрещенные калибры работают и средь бела дня, совершенно игнорируя наблюдателей ОБСЕ. В последнее время что-то корреляция поменялась. В последнее время что-то на светлое время суток перешло интенсивность. Ну, ночью тоже бывают обстрелы, но что-то они тут поменяли график своей работы. Сейчас на Светлодарской дуге задождило, на дорогах распутится. Возможно, это снизит эскалацию боевых действий. Дожди хорошо влияют, в общем-то, на это все. Потому что как и передвигаться, что техники, что нам, очень сложно. Плюс еще наше оружие, что оно же намокает и дает осечки. Так как ребята же там шалят. У них, так же самое, как и у нас, просто техника грузнет. А то, что у них на позициях стоит, они же работают как на ура. А всего в нескольких километрах у мирных жителей праздник. После месячного перерыва прибыли сотрудники Красного Креста с гуманитарной помощью. Ну, этот раз дают там за два месяца. А вообще каждый месяц они приезжают. И крупы там, и постное масло, все нормально, чай, пропитание очень хорошее. Главное, мука мы печем. Если у нас здесь магазина нет, мы часто хлеб печем. Такого продовольственного пакета хватает почти на месяц. А это для жителей фронтовых поселков серьезное подспорье. Руслан Смещук, Диана Клочко, Евгений Малярчук. Подробности в телеканал Интер. В столице рано утром произошел взрыв возле офиса полицила национальный корпус. Обошлось без жертв. В результате обгорела стена первого этажа здания и поврежден забор. Напомню, неделю ранее в самом помещении офиса нас корпуса нашли самодельную тротиловую взрывчатку. Ее обнаружили взрывотехники, прибывшие по вызову после того, как поступило сообщение о возможном заминировании здания. И сегодня стали известны подробности шокирующего преступления, совершенного в Одессе. Вчера мы рассказывали об убийстве несовершеннолетней студентки, в котором подозревают местного таксиста. Все детали в материале Андрея Анастасова. Татьяне Маснюк было 17 лет. В Одессу девушка приехала из Житомира учиться на факультете адвокатуры юридической академии. Заканчивала первый курс. Прилежная в учебе, общительная, говорят одногруппники. Еще в среду они видели ее беззаботной, а утром она не пришла на пары. Мы начали звонить, но, к сожалению, абонент был вне зоны доступа. Такой добрый человек, улыбчивый, просто не верится. Не могу до сих пор верить, что произошло. Несколько дней Татьяну искали, но тщетно. Проживала девушка в этом общежитии. Именно отсюда в полвторого ночи в четверг она и уехала. Соседка по комнате говорит с помощью сервиса Яндекс.Такси, Татьяна вызвала машину и отправилась к своему парню. Что произошло дальше до конца неясно. В интересах следствия информацию полиция пока не разглашает. Известно, что вчера по подозрению в убийстве Татьяны был задержан таксист. Он, собственно, и показал место, где спрятано тело в лесопосадке под Одессой. В прокуратуре говорят, одна из версий убийства по корыстным мотивам. Сляхом разбийного напада за данными следствия человек заволодел телефоном прикрасами своей жертвы. Также за данными следствия есть информация о том, что он пытался приховать следы злочину и подпалив тело своей жертвы. В Одесской фирме, которая выступает партнером Яндекс.Такси, оправдываются проконтролировать, кем являются их водители. Нормальная ли у них психика, просто невозможно, ведь в подобных онлайн-сервисах регистрируются тысячи таксистов и строгий учет попросту не ведется. Ну, как бы, таких нету, что там по документам, какие-то справки или еще что-то такого нету. Это то же самое, что зарегистрироваться в соцсети. Это не важно, что он придет сюда или в интернете зарегистрируется. Родители Татьяны уже прибыли в Одессу для опознания. Мама до сих пор не верит в случившееся, как и отец. Отец, к слову, является военнослужащим, находящимся в зоне антитеррористической операции. Что касается подозреваемого, известно, что он родом из Ананьевского района Одесской области. Ему 26 лет. Завтра подозреваемому будут избирать меру пресечения. Таксисту грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Два убийства и на воле. В Кропивницком суд выпустил под залог экс-сотрудника УБОПа Вадима Данилова. Два года назад, находясь за рулем авто, он вылетел на запрещенный свет светофора и вырезался в машину молодоженов. Две женщины, одна из них невеста, погибли на месте. Водитель с места ДТП испарился и был в бегах почти год. Задержали его в Черниговской области, но каким оказалось решение суда, подробнее в нашем материале. Эти фотографии с места аварии. В ночь на 21 июня 2015 года водитель черной Тойоты на скорости влетел в свадебный кортеж. Невеста и еще одна женщина погибли на месте. Водитель Тойоты с места ДТП скрылся. Искали его почти год. Как выяснилось позже, за рулем Тойоты был бывший сотрудник УБОПа Вадим Данилов. Почти год ему удалось спрятаться то в Беларуси, то в России. Задержать Данилова удалось только в апреле прошлого года. Он отсиживался на съемной квартире в Черниговской области. Тогда суд отправил его в СИЗО. На месте пригода не остался и не сообщил про дорожную транспортную подъю в органы или подраздели милиции. А наоборот из места пригода с них застосовывать запобежный захват в виде держания под вартою до подозрения Данилова Вадима Васильевича. Уже год это резонансное ДТП рассматривает Кировский районный суд Кропивницкого. Все это время Данилов находился в изоляторе. И вот на прошлой неделе ему сменили судью. Теперь дело рассматривает Руслан Бурко, который внезапно освободил Данилова под жалкий залог. Всего лишь 128 тысяч гривен. Родственники погибших шокированы. Попередний суд, который ввел эту справу, даже не поднимал такого вопроса, враховывая такие тяжкие обстоятельства. После изменения судья новый суд принял решение установить заставу, даже без обоговорения. Сегодня в Кировском райсуде очередное заседание по этому делу и очередное шокирующее решение судьи. Он поддержал прошение защиты о запрете видеосъемки обвиняемого и его адвоката. Поэтому Данилова на сегодняшнем суде мы показывать не можем. Но в нашем архиве нашлось видео, на котором снят этот человек еще до судебного запрета. Вот так выглядит бывший сотрудник управления по борьбе с преступностью. Вы отмогаетесь? Вы отмогаетесь? После такого резонансного судебного решения сторона защиты требует еще вернуть обвиняемому изъятый паспорт. Мог, чтобы устроиться на работу. Судья отказывает, но обещает вернуться к этому вопросу позже. Комментировать на камеру неожиданный выход из СИЗО Данилов и его адвокат не желают. А вот родственники погибших такой резкий поворот событий рассматривают как попытку избежать наказания. Елена Брынза, Владимир Кувакин, подробности, телеканал Интер, Крапивницкий. Как премьер Канады познакомился со школьниками и чем всколыхнуло весь мир выступление Шар, которое исполнилось 71 год. Далее в нашем международном обзоре. Министр торговли Соединенных Штатов уснул прямо во время переговоров Дональда Трампа с арабскими шейхами. Дремающим Уилл Буророса заметили журналисты. Он с закрытыми глазами сидел на торжественной церемонии. В ноябре Россу исполнится 80. Ранее он трудился в банковском секторе, занимался бизнесом и инвестициями. Просто пробегал мимо. Премьер Канады Джастин Трюдо поучаствовал в фотосессии школьников в Ванкувере. Политик наткнулся на группу выпускников во время утренней пробежки. Дети попросили премьера сфотографироваться и Трюдо не отказал. Селфился с учениками в шортах и кроссовках. Школьники убеждают никакого пиара. Действительно, случайно заметили Трюдо в парке во время занятий спортом. Морской лев чуть не похитил маленькую девочку недалеко от Ванкувера. Животное схватило ребенка за платье и утащило в воду прямо с пирса. Мужчина, который был неподалеку, сразу же бросился на помощь. Никто не пострадал, пока неизвестно, кто виноват случившимся. Случаи с нападением морских львов довольно распространенные. Последний раз животное два года назад напало на рыбака, в результате чего он сломал ногу. Новый рекорд по слейклайну установил немец Фридрих Кюне. Он прошел 1600 метров по стропе, натянутой между двумя вершинами во французских Альпах. Это в два раза больше, чем предыдущий рекордсмен. Юноша говорит, шел почти два часа и только концентрация помогла преодолеть расстояние. Выдержка была на грани. 71-летняя Шер произвела фурор во время церемонии Billboard Music Awards. Модные критики оценили смелые наряды певицы. Это первое выступление американки на церемониях вручения премий за последние 15 лет. Шер сама получила приз вместе с Дженнифер Лопес и Стиви Вандером за вклад в развитие музыки. В Лас-Вегасе певица исполнила свои хиты 80-х, а также знаменитый шлягер Believe 1998 года. Депошмот продолжает собирать фанов по всей Европе. Заглянет легендарная группа и в Украину в рамках нового мирового тура. Сегодня британцы выступают в Будапеште всего же в графике три десятка европейских городов. Деньги от продажи билетов музыканты пожертвуют на благотворительный проект доставку питьевой воды всем нуждающимся в мире. Концерт в Киеве состоится в июле и обещает стать самым посещаемым в Украине в 2017 году. Привет, Киев! Привет, Украина! С вами Мартин Гор из Депешмот. Мы будем в Киеве летом 19 июля на НСК Олимпийский. До встречи! Больше новостей, как всегда, на нашем сайте подробностей. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин